Вот и завершился учебный год. Сегодня во всех школах страны прозвенел последний звонок. Впереди выпускников ждут экзамены, а остальных школьников – летние каникулы. О том, как прошел последний учебный день в славянских школах, мы обязательно расскажем в следующем выпуске новостей. А пока предлагаем посмотреть сюжет о самых талантливых и одаренных детях нашего района, которых чествовали на районном детско-юношеском фестивале искусств «Радуга творчества». В течение всего учебного года славянские школьники не только учились, участвовали в олимпиадах и научных конкурсах, но и творчески развивались. Свои достижения в искусстве они могли продемонстрировать на районном детско-юношеском фестивале «Радуга творчества», который является муниципальным этапом краевого конкурса «Молодые дарования Кубани». В этом году он посвящен прекрасной дате – столетию системы дополнительного образования России. В городском Доме культуры прошел голоконцерт участников фестиваля. В этом году в конкурсе приняли участие 23 школы и два учреждения дополнительного образования. Всего более 400 участников в возрасте от 6 до 16 лет. Юные дарования подготовили 80 творческих номеров в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное чтение», «Цирковое искусство», «Народные инструменты», «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство». За свои таланты ребята были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. В числе награжденных в этот день была и воспитанница вокальной студии «Звонкие голоса» отделения развития творчества «Жарптица» Арина Куликова. Пением девочка занимается уже 8 лет и свою жизнь собирается связать именно с этим видом искусства. Я очень люблю петь. Эта музыка, она со мной на протяжении всей моей жизни. Я хочу в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой, получить профессиональное образование. Для меня награда вот эта, она значит то, что я получила какой-то опыт, выступила, показала себя, подарила счастье зрителю. Для большинства ребят, награжденных в этот день, это не первое признание их таланта. За плечами многих из них победы в краевых и всероссийских конкурсах, участие в масштабных творческих проектах и концертах. Мы участвуем во многих конкурсах, ездим в Геленджик, в Анапу, в Новороссийск. В этом году ездили в Москву, заняли второе место в дипломатах. Будем стремиться к тому, чтобы выступать на больших сценах, ездить на большие конкурсы. Возможно, в дальнейшем тоже связать свою жизнь с танцами, с хореографией, с искусством. Говорят, победа ученика – это всегда торжество учителя. И это действительно так. Именно благодаря талантливым педагогам, умеющим разглядеть в ребёнке его способности, помочь им развиться на славянском творческом небосклоне, каждый год зажигаются новые звёздочки. Педагоги, подготовившие победителей и призёров районного этапа конкурса «Молодые дарования Кубани», также были отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами. Секрет успеха и высоких достижений своих подопечных они видят прежде всего в любви к детям, которая наполняет сердце каждого из них. Я очень люблю детей, и я очень рада, что мои дети достигли таких вершин мастерства, что их оценили на таком уровне. Поэтому я очень рада. Спасибо большое, конечно, родителям за то, что они вкладывают в своих детей то ценное, что сейчас не купишь ни за какие деньги. Поэтому большое спасибо всем. За 23 года существования фестиваля «Молодые дарования Кубани» его участниками стали более 100 тысяч детей Славинского района. Многие из них продолжили обучение и стали большими мастерами своего дела. И уже их ученики грандиозно совершают свой путь по дороге творчества, оставляя свой особенный звёздный след. Я хочу улететь, чтобы высоко и письки смотреть, И за руку тебя верной, заберу я со мной. Ты и на самый зверь, по которому я буду лететь, И за руку тебя верной, заберу я со мной. В кульминации праздника творчества стало награждение победителей в номинациях «Призвание», «Успех года», «Открытие года», «Лучший творческий коллектив», «Лучшее творческое объединение года». Лучших из лучших ждали заслуженные награды и бурные овации зрителей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...